Приветствую, дамы и господа, начинается прямо сейчас трансляция по формуле Хунта Кап у нас прямо сейчас проходит, второй этап уже, второй гран-при, ну как, ну второй этап, да, все правильно, потому что первый я проебал, ну и похуй как бы, правильно, можно по сути сейчас комментарии, нашел гонщиков, они обсуждают фильмы Гонку, уже свои, ну как, девайс, понимаете, прогресс, ну уже год не катался на руле, ну то же самое, я как задрутил в курсу, оригинально так все, потом что-то забил, но у меня очевидная причина, почему я не могу кататься на руле, там в Словакии за 60 баксов можно ТМ их купить, На самом деле ждут все только одного пилота, Я уже стою, накатана, блядь, Егор и Шевчукам, ну все прям конкретно его ожидают, Пару минут, Мы ищем, Егор, А вот и Егор, Шевчук, Да, вот, да, нужно сказать, Егор, привет, Блядь, Егор, Блядь, я пока подписать, да, ясно, Блата, ты, через Твич или эту, Через Ютьюб, У меня нету Ютьюба, Я кидался, ну я щас кину ссылку, Я просто буду, как Ферланда Алонсо, буду, типа, ехать и смотреть, Хорошо, Матя, как кину? Матя, как кину? На телефоне, Может, только Егор, потому что, А, на телефоне, Я это на телефоне, Понял, Так, я киндаю, куда, в Кунта Рейтинг просто скину? Ты ж видел, как я этот, Я скинул, Телефон приматывал, Нравится? Нравится? Нравится Хочу взять пару комментариев от пилотов, Перед началом гонки, Первый, Пилот Илья, Да, Илья, Как ты ощущаешь себя перед гонкой прямо сейчас? Вот, что будет? Ммм, Не разбиться, в принципе, неплохой результат. Понятно. Понятно. Все? Дочка. Ну, тогда я возьму комментарий от твоего сокоматника, Вот, как он настроен на этот заезд. Ну, войти в зону очков и будет все нормально, я думаю. Понятно. Так я тут, а? Понятно. Первая десятка, я вижу, отличились данным для себя. Ну, да, да, это правильно. Ну, да, да, это, 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 это правильно. Это правильно. Падал дальше интервью брать. Другие денег не занесли. Что-то, Марк Вебер сдался новый, да? Я не знаю, что комментировать. Все скажут одно и то же. Ну, ладно, хорошо. Давайте дальше по команде. Значит, Миша, команда, я не знаю, как она называется, не написано. Безымянная команда, Миша Егоров. Команда называется Боба Эспонха Монтандо Мотоциклета F1 Racing. Значит, команда Боба Эспонха Эспонха Монтандо Мотоциклета F1 Racing. Как вы оцениваете свои возможности на этой гонке? Ну, машина конкретная, мотоциклета, поэтому... Пытаться еле-еле что-то сделать. Отлично. Ну, вы надеетесь выиграть хотя бы, ну, один заезд сегодня? Может, ваш соперник, Артем? Ну, было бы неплохо, как получится, не знаю. Понятно. К счастью или, к сожалению, Артем нам не соперник. Как вы оцениваете Артема как соперника в этом вообще чемпионате? Парни, а какая сеть Егора интервьюбера? Ну, причем как Макс Ферштайпен тампует победы, я не знаю, что делать. Да, ну, надеюсь, вы сможете все-таки обыграть каким-то способом. Ну, да, Эль План. Эль План. У Егора есть комментарии по этому поводу? У Егора комментарии, типа, как зайти. Понятно. Мой комментарий, да, во-первых, как зайти, во-вторых, я очень доволен быть здесь. Вчера я был на грани самоубийства, ладно, поздно вчера я был на грани самоубийства, сейчас я... Сейчас я сдал все лабораторные работы практически, поэтому... Хорошо. Поэтому хуй с ним. Скинул ТВЛС в чат Хонтарейсинг. Вот, я... Артём. Да, я фаворит этого чемпионата. Это большая честь взять у вас интервью. Как вы оцениваете себя? Состояние команды? Ну... Я так прикинул, типа, если я буду выигрывать каждую гонку... Я подсчитал. Создал математическую модель. Если я буду выигрывать каждую гонку чемпионата, то я могу скипнуть штуки две в конце. Значит, перспектива не ездить раза два больше меня привлекает. Отлично. Но... А тиммейт у меня суперсильный, мы запросто возьмём. Это вообще не обсуждаю. Понятно. Ну, я буду надеяться на хорошую борьбу, на самом деле. В принципе, в джаджи гонках. Ну, я тоже. Тиммейт Даниил. Алло. Включи микрофон. Да, да, да. Значит, я беру интервью. Как вы оцениваете вашего сокомандника? Как вы оцениваете состояние вашей команды? Настрой на эту гонку? Честно говоря, настрой вообще очень боевой. У меня в ката всего лишь полтора года назад. Сейчас проехал один круг и успел. И, в принципе, ничего не понял. Но, надеюсь... В принципе, предыдущие результаты были довольно-таки неплохи. В этой гонке, я думаю, смогу даже выступить чуть лучше. Отлично. Это хорошо. Это хорошо. Дальше команда у нас получается Gamepad Racing Team. Значит, начну с Ильи. Илья. Как... Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Это командник Александр Саша Шурик. Главное, не остать больше, чем на круг. Оптимистично. Оптимистично. Ну и последняя команда, которая беру интервью сегодня. Это Kekich Racing Team. Значит, Кузьмич. Я рад вас сегодня видеть. Кузьмич. Да, я здесь. У меня есть тактика. Я вам могу рассказать. Конечно. В Красной воде я пускаю золотой дождь. Все подскальбиваются. Победа моя. Охуеть. Это просто... Я даже не знаю, что добавить в этом путь. И попросил бы, чтобы никто не въехал в мою очко. Это моё очко. Я должен его завоевать. Есть. Отлично. Это такой оптимистичный настрой, такой боевой он даже сказал. Серьезный. Ну я раскрыл все свои карты. не знаю, у всех своя тактика. Ну, я думаю, команды еще не придумали, как противодействовать вашей тактике. Так что посмотрим. Ну и Даня, сокомандник Кузьмича. Да-да. Кикимусу. Кикимусу, да. Вот. Ваш настрой на эту гонку. Мой настрой, наконец-то, проявить себя на моей одной из любимейших трасс, в Бельгии. Спа Франкоша. Потому что в прошлом сезоне я к сожалению не смог ничего сделать при этом я чувствую что это одна из моих трасс я надеюсь что я наконец-то покажу хороший результат тем более что мои две предыдущие гонки это вообще трагедия так что я настроен крайне мы надеемся на ваш камбэк на главную равную крутую борьбу что ж господа я отлучаю в комментаторскую удачи всем доехать не разбиться и просто отлично провести гонку так дамы и господа мы перемещаемся прямо сейчас в бельгию на трассу спа ребята это это легенда что же я могу сказать по этому поводу я надеюсь сегодня вот у нас команды настроен достаточно по моему такой так серьезно я бы даже сказал да и очень хочется что настолько боевой будет борьба сколько и честный да чтобы этот боевой дух он был был честным понимать да сейчас мы находимся как вы можете увидеть в пятах мы ожидаем квалификации вот что же главное не квалификации ну слушайте слушайте я надеюсь сегодня будет хорошая борьба сколько просто такое предусловие в прошлом заезде вообще в прошлом этапе была заметная конкретная доминация Артема я пересматривал записи и это действительно так у нас в нашем чемпионате равные болиды равные болиды и доминация Артема ощущалась хотя не без борьбы на самом деле частично ему в некоторых моментах везло мы уже перемещаемся в квалификацию первым у нас сейчас непонятно кто есть потому что только первый поворот посмотрим как его проходят у нас люди если надо тормоз уже находится на первом месте но это просто мы видим эту ситуацию неплохие выходы у всех в принципе правда никто не разбился никого не занесло Михаил Лемеша занимает пятую позицию Дик Склоун восьмой Александр Жаров девятый ЕК2 к десятому что же посмотрим насколько это будет интересная борьба сегодня у нас так посмотрим что разберусь кнопка так ник филиметрия нормально данные клубы отлично мини карта сто процентов так значит наблюдаем по времени нано тормоз в принципе ставит неплохое время пока что второй первый сектор the x clone вливается в борьбу с фернандо тормозом таки мусульдата с моментом скорее всего занесло не стоит но тут очень тяжело за этим проследить на самом деле на то буду иногда смотри на атормоз до сих пор доминирует мы видим что на первой строчке в первой позиции. Зейкслон пытается его догнать. Ну, Зейкслон, извиняюсь, Фернандо Тормоз все-таки немножко впереди у нас получается. И сетка, наверное, нам, скорее всего, будет понятно. Все будет понятно по выходу. Да, выход лучше у Фернандо Тормоза. И Фернандо Тормоз забирает первую строчку. На 3 десятые отстают. Зейкслон занимает вторую строчку. На целую секунду Михаил Лемешев в третью позицию. Педаль ветров. Нет, отстает от Михаила Лемешева буквально чуть-чуть. Дальше у нас строчку сейчас мы почитаем, посмотрим. видим ситуацию. Поздравляем с полом Фернандо Тормоза. Это пол позиция. Вот мы наблюдаем на пятом месте кое-то Ливинг. К сожалению, я не помню имена, я извиняюсь, поэтому некоторые ники я буду читать как ники, а не имена, которые я знал. Илья Флэмми Джайант на 6 позиции. Кикимусу на 7, Кадвак на 8. Александр Жаров и ВСВС скорее всего были проблемы, я так понимаю. 10 секунд отставания от первой строчки очень серьезно. Ну, что я могу вам сказать? Что я могу вам сказать? Пит-стоп. Э, пит-стоп. Питы. У нас уже прошли. Наши гонщики находятся прямо сейчас на стартовой решетке. Кто-то уже нажал случайно галочку. Это, в принципе, я думаю, не так важно. Очень кто-то, что это равное болидам. И предустановка только из пяти уровней. Единственная проблема, это, конечно, стратегия шин, которая у всех все-таки может отличаться. Пускай это и 25%, но кто знает, кто как захочет проехать. Скорее всего, я прогнозирую, что Фернана Тормоз захочет удержать свой успех на софтах, но посмотрим на стратегии, как будут на самом деле. Наждая игроков. Огни загораются. И прямо сейчас старт происходит. Старт начинается. Старт. Фернана Тормоз все-таки держит первую позицию. Зэкс Клоун за ним. Зэкс Клоун пытается выйти по внешней, не получается. Фернана Тормоз точно впереди. Колесо, колесо проходит. Зэкс Клоун вылетает за трассу. Прямо сейчас. Что происходит? Фернана Тормоз выходит вперед. Борьба у Михаиля Лемешева, Экота Ливингтона. Кид Лигдон выходит вперед. Зэкс Клоун сзади. Вот это старт. Ну, старт был чистый. Никто никого не убил. Это неплохо. Смотрим на борьбу дальше. Так. Какой-то Томг догоняет Фернана Тормоз. Прямо у него сейчас в липстриме. Догоняет. Идет колесо к колесу. Что же у нас будет в первом повороте? Фернана Тормоз оставляет место впереди. Все-таки Фернана Тормоз. Вход. Какой-то Ливингтоновый ход. Фернана Тормоз сзади. О, боже. Но в это время врывается Михаил Лемешев. Атакует Фернана Тормоза на третью строчку. Зэкс Клоун прямо сейчас. Фернана Тормоза может также отобрать еще третью строчку Фернана Тормоза. Кикимису прямо за ними в борьбе. Борьба у нас также проходит. Экадвак против ВС. ВС выталкивает Экадвак. Или Экадвак сам вылетает. На девятую строчку Флемиджаем в самом конце. Борьба не утихает. Прямо сейчас Михаил Лемешев на второй позиции. Пытается догнать Киндер Ливингтон. Киндер Ливингтон. Примерно одинаковый ход. Нет, у Михаил Лемешев немножко получше Фернана Тормоза. Все-таки в спине. Будет бороться свою позицию. Пытается обойти по внутренней. Не получается. Так, тут у нас средняя борьба закончилась. Кикимусу прямо сейчас тоже очень близко находится к Зэксэклоуну. И в принципе тут борьба, можно сказать, за третью строчку. Зэксэклоун прямо сейчас пытается... Дайте Зэксэклоун заносит, разбивает Рэдбул. Стоп, да хуйня. Кикимусу выбивает. И только прямо сейчас из этого... Из этой сессии какого хера происходит. Боже мой. Вау. Это просто максимальная непруха для Рэдбулу. Вообще для команды Кикимуса. Это просто разнос. Так хорошо, сейчас такая хорошая борьба из Зэксэклоун. Он просто заносит его. Это фантастика. Это фантастика, ребята. Что я могу сказать по этому поводу? Вот она. Кикимусу выбывает. Очень-очень жаль на самом деле эту ситуацию. Печально. Печально. Кикимусу убывает. Посмотрим по смене позиции. Кота Ливингтон отыграл 4 позиции со старта. Очень неплохо. Миклимешу в одну. Фернана Торм, скорее всего, потерял 2 позиции. Зэксэклоунг 3. Эксэклоунг 3. Эксэклоунг Заров отыграл 3 позиции вместе с ВС-ВС. Экадвак стоит на своей прежней 8 позиции. Михаил Лемешев не отстает от какой-то Ливингтона. Экадвак обошел ВС-ВС. К сожалению, не успел понимать этот момент. Но, судя по всему, было все достаточно чисто. Самый быстрый круг на данный момент у первого места. Почти... 7 десятых от Михаила Лемешева. Михаиля. Майкаэля. Михаэля. Вообще, похуй. Штрафы пока не получил. Ой, Экадвака занесло. Не видно, на самом деле. Разбил он крыло. Нет, скорее всего, повезло. Крыло он не разбил. Скорее всего, повезло. Но за счет этого он подпляет. Она... В конец Пелетона. И Фрэмешган. Так вот, его и ВС-ВС. В ВС-ВС заезжает на пистоп. Сломал крыло, судя по всему, где-то. Интересно, интересно. Сложно ставить ходы, наверное, и доезжать уже до конца. Фернандо Тормоз, на самом деле, до сих пор не отрывается от Михаила Лемешевой борьбы. Все-таки там происходит. Потому что происходит. Потому что секунда все-таки остается. Видно, что у Фернандо Тормоза есть ДРС. У Миши его поменьше. И Кота Левингтон пытается удирать позицию. Все-таки ДРС... Ой, ДРС, извиняюсь. А СЕРС. Батарейку прижимают все-таки побольше. Здесь Клоун вышел, вылетал с секунды от... Из мяча. Ну и ВС-ВС, к сожалению, на конце Плитона. И Екатвак тоже был на петах. Все-таки он сломал крылья, судя по всему. Ну, что я могу сказать. Это печально. Это печально. Черт, на... Микоэль Лемешев уже в двух секундах от Кота Левингтон. Все-таки ДРС дает о себе знать уже. Будет атаковать? Нет. Здесь он не будет атаковать. Кота Левингтон продолжает ехать. Пока же спокойно еще не то место для атаки. Что происходит, ребята? Ну, что это такое? Ну, как так может получиться? Опять какие-то непонятные заварушки. Ну, вы же спокойно ехали. Екатвак и ВС-ВС. Это просто фантастика. В конце Пилетон, к сожалению, выбили друг друга. Опять сломано крыло. У Экатвак, у ВСВС, я так понимаю, тоже, скорее всего. Опять, наверное, будут заезжать на пяты, но это катастрофа. Это катастрофа. Флемеш Джайн в секунде от Александра Зарова. Михаил Лемеш все-таки немножко оторвался назад и видно, что не успел так на это. Зона ДРС ему не помогает. Но при этом он не прожимает так сильно батарейка. Вот как раз-таки у какой-то Левингтона батарейка немножко проседает. Да, печальная ситуация. Немножко грязный. Так, Флемеш Джайн заезжает на свой первый пидстоп. Шины уже ушли. Я так понимаю, у него... Михаил Лемеша сейчас будет предпринимать атаку по отношению к какой-то Левингтону. Будет очень... Рожимать ЕРС. ДРС все вместе. Под слипстримом еще и заезжает. Обходит по внешней. Отлично. Чистый абсолютно прием. Спокойный обход вперед и выезжает в лидеры этого гран-при. Интересно. В этот раз интересно на самом деле наблюдать за этим всем. Просто фантастика. Фернан Атормас тоже в ДРС. На самом деле какой-то Левингтон сейчас будет возможно предпринимать попытку атаки. Но какой-то Левингтон, напомню, еще не вылетел с ДРС Михаила Лемешева. И у него все-таки еще есть шанс вернуть позицию, но батарейки очень мало. Да. Они решили обойти... Обойти. Смениться. Сменить позиции. ВСВС на пистопе меняет крылья. Какой-то Левингтон в ДРС. Фернан Атормас. Фернан Атормас пытается... Будет пытаться по темпу все-таки догнать Михаила Лемешева. Ну да, все-таки, я так понимаю, Фернана Тормоза немножко побыстрее в руки. Как это посмотреть? Штрафов ни у кого нет. Фернана Тормоза темп немножко, совсем немножко быстрее, чем у какой-то Левингтона. Но, очевидно, мы видим лидеры и по темпу, и, в принципе, этой гонке Михаила Лемешева просто больше, чем полсекунды отрывается вперед по лучшему кругу. Мы увидим, что Фернана Тормоза очень нелегко его сейчас догнать. ВСВ совершил уже два подстопа. За счет, конечно, на крыла. Они опять меняются позициями. ДРС кончается. Кончается у какой-то Левингтона. Отходит и Фернана Тормоза по внутренней. Все достаточно чисто. Фернана Тормоз теряет позицию. Но за счет этого они должны понимать, что Они дают шанс, во-первых, педали ветров нагнать их, А во-вторых, оторваться лидеру гонки Михаил Лемешев, который В принципе В принципе Можно было бы с ним побороться. Но, увы, мы уже видим, что Педали ветров уже дышат в спину. Рейсинг-поинт Вылетает за трассу. Смена позиции. Экодвак Александр Заров. Потому что Александр Заров Неудачный фид-стоп немножко. Экодвак выбивает себе седьмую позицию. Просто фантастика. Какой-то Левингтон. Педали ветров отошел какой-то Левингтона. Каким образом? Я, к сожалению, пропустил эту ситуацию. Эх. Извиняюсь. Декс-плоун вот так же, как и ДРС. По-самблею. У нас, как я понимаю, сейчас будет борьба За третью позицию. Потому что педали ветров все-таки немножко отстает Вот Фернанда Тормоза. Александр Заров там сзади как раз-таки Находится за Экодваком. Круталинка заезжает на фид-стоп. Михаил Ильича тоже. Фернанда Тормоз будет пробовать ехать. Педали ветров за ним. Уже в секунде. Кстати. Александр Заров Обходит Повнутренне. Экодвак вылетает. Не вписывается в трассу оба. Такой обгон. Серьезный такой. Педали ветров. Не видим. Интересно, Фернанда Тормоза сейчас будет очень сильно сокращать. Возможно, ошибка Фернанда Тормоза была не заезжать на пяты. Шины это уже сдают. Понятно, что у педали ветров тоже. Но как раз-таки, я думаю, то положение, что надо было заезжать на пяты И отыгрывать за счет этого. Ну, Фернанда Тормоза решил выбрать немножечко другую стратегию. Бок судья. Видим, что уже некоторые пилоты становятся круговыми за счет своих коллизий. За счет своих коллизий. Фернанда Тормоза пока держится первым, но, скорее всего, в тех же зоне Диресова педали ветрова пойдет. Скорее всего. Фернанда Тормоза тоже не заезжал сейчас на пятыстоп. Не заезжал. Я думаю, это ошибка, наверное, из-за ряда пятыстоп. Какая, если они чувствуются комфортно, в них комфортный темп, то почему нет? Почему нет? Педали ветров все-таки не догоняют. Потому что у Ферна Тормоза чуть-чуть было больше ДРС. Прямо сейчас педали на тормоз, но должен заезжать на пятыстоп, да, заезжать на пятыстоп. Михаил Лемешев уже выходит сейчас на последние два поворота. И все-таки, наверное, это было шипов, что Михаил Лемешев был не в трех секундах, как был до этого, а боюсь предположить в секундах пяти-шести. Посмотрим. Видим интервал, Ферна Тормоза в четырех секундах от Михаила Лемешева. Все-таки он потерял, действительно. Игорь Лемешев, прогретый МИД. А Ферна Тормоза нет. Поэтому Ферна Тормоза сейчас будет терять. Декс Клоун. И передали ветров мне заезжали на пятыстоп в данный момент. Кота Ливингтон сейчас держится в Диресе. В СВС взял софты. Интересный выбор Александр Жаров тоже. Сватов до сих пор никого нет. Это интересно. Посмотрим, как будут развиваться события. Я думаю, что Ферна Тормоза будет по темпу... Себя немножко так обезопасил этим педстопом от педалей ветров Кузнеча и Андрея Декс Клоуна. Декс Клоун только сейчас заезжает на пятыстоп. Ферна Тормоз выходит на последние повороты. Что случилось? Что с газом? Почему? Это, я не могу понять, это проблемы с танкциями. Или ничего конкретно не совсем понятно. Потому что это не очень страшно. Не включите, выключите внутри. Понятно, не понятно. Тут вроде бы все нормально. Тут все нормально. А это равно Тормоза какая-то как будто бы проблема. Но это бакс, скорее всего. Не будем обращать внимания. За Икс Клоун выезжает все-таки сзади рейтинг-поинт. Ферна Тормоз на подиуме. Педали ветров до сих пор не заезжал на пяты. Восьмой круг едет на софтах на спа. Это просто фантастика. На что он надеется, не совсем понятно. Насколько это правильная тактика со стороны. Но посмотрим. Можно таки действительно в случае софты будут немножечко быстрее. Можно все-таки разменеджировать это так, что действительно сможет выйти спереди, как я планировал. Проверю трансляцию. Трансляция идет хорошо. Трансляция идет хорошо. Вроде пока ничего не пропускаю. Скорее всего, в каких мы видим сейчас позициях наших пилотов, таких они и доедут до конца гонки. Потому что теряется больше никого нет. Разрыв между желтым флангом. Насредпул. Это, как мы говорим, в пяты. Скорее всего, наверное, я сломал крыло. Скорее всего, не могу это увидеть. Я кулон не ломал, но почему-то дали желтый флак. Не совсем известно почему. Педали ветров выезжают на второй позиции. Да, это была ошибка, потому что теперь оба рейсинг-поинта, насколько я понимаю, выезжают спереди. Нет, все-таки один рейсинг-поинт. Да, у него больше, быстрее выход из поворота. Пит-стоп очень медленный. Все-таки смог Катальмиктов выйти впереди. Но все-таки может быть сейчас еще борьба за третье место. Потому что педали ветров, как мы видим, прямо сейчас находятся в директ-зоне. Питые немножко его замедлили. Но, да, это точно будет борьба за третью позицию. Потому что мы видим, что вот третья позиция, третья срочка какой-то Ливингтона отсутствует батарейка практически полностью. Он ее израсходовал, чтобы опередить педали ветров. Теперь у него нет ресурсов для того, чтобы защититься на следующих прямых. Интересно. Интересно. Фернана тормоз, тем временем, должен заметить, сокращает понемногу с 4 секунд, уже 3 секунды. И кто знает, если Михаилем еще допустим какую-то ошибку, то, да, Фернана тормоз действительно сокращает. По ЕРС у них практически одинаковая ситуация. Педали ветров сейчас будут принимать атаку на третью позицию. Выходят напрямую в слейпстриме. Видим, что примерно у них одинаковые пресеты, потому что скорость одинаковая. ЕРС никто не использует. Значит, это будет обхон на следующий прямой. И, наверное, это действительно более рассудительно со стороны Кузьмича. Фернана тормоз ставит. Фаст и слаб на медах. О чем я вам и говорил. Он прямо сейчас отыгрывает просто фантастическое количество времени. И кто знает, может, все-таки до конца мы увидим борьбу еще и за первую строчку. Три десятых буквально. Немножко лучше выход у Рейсинг Пойнт. Немножко лучше. Но сейчас будет зона ДРС. За эксоклоун берет лучший круг. Достойно. Да, прямо сейчас будет зона ДРС. Атака. Борьба за третью строчку. Едут. Небольшой был контакт. Но Рейс был все-таки более-менее чисто. Обход своего соперника в Рейсинг Пойнт и провожает ехать дальше. Трена на тормоз. Тем временем сокращают дистанцию к Михаилу Лемешеву. Кто знает, кто знает, чем это закончится. До конца осталось два круга. Это не так много. Не совсем известно, какие пресеты. В принципе, не известно, какие пресеты используют. Команды. Пилоты. Нужно настроить под себя. Сейчас посмотрим по максимальной скорости. Но я не уверен, что она мне правильно показывает. Какие-то проблемы на трансляции. Хотя бы примерно мы должны увидеть, какая максимальная скорость у Феррари и у Рейсинг Пойнт. в данной ситуации. Какой-то Лемешев, к сожалению, теряет позицию. Александр Заров заехал на пидстоп. И Экадвак его опять не переживает. Интересно. Теременно тормоз. Давит. Давит на газ. Но чуть-чуть не хватает ему. Михаил Лемешев перестал допускать ошибки. И понял, что ему надо поднажать, чтобы не сократиться до секунды между ними. Свердан от тормоза, как мы видим, меты немножко посвежее. Но, вряд ли, это ему уже сейчас поможет. Какой-то Лемешев все-таки заехал в зону ДРС. Штат в ней у кого до сих пор нет. Заехал в зону ДРС, но израсходовал всю батарейку. Как раз, если вы пилили ветров, батарейки хватает, чтобы отыграться в ДРС на последнем круге. Но мы понимаем, что оба пилота будут идти ва-банк в данной ситуации. Сто процентов. Будут доезжать до конца, насколько они смогут. Интересная ситуация, но подозреваю, что четвертый пилот какой-то лимит разрасходовал как ресурсы батарейки, так и мы видим, судя по значку, проблемы с топливом. Не знаю, сколько они критичные. Александр Заров уже в спине у Эко-2, а тем временем борьба за седьмую строчку. Какой-то лимит вывалился из секунды. ДРС у Эко-2 просто отсутствует. Просто отсутствует. Ему надо будет еще продержаться круг против Александра Зарова, у которого целый запас батарейки. И несколько прямых, но это задача нереальная, только если своего противника нечестным образом не выбить за трассу. Фернана Тормоз заехал в секунду, прямо сейчас выжимает абсолютно все. Так как и Михаил Лемешев. Одна ошибка от Михаила Лемешева в повороте и все. И это победа для Фернана Тормоза, но скорее всего мы эту ошибку не видим, потому что Михаил Лемешев опытный пилот. И прямо сейчас Михаил Лемешев заезжает и становится победителем Бельгийского гран-при. И поздравляем его с этой победой, с второй строчки Фернана Тормоза и с третьей строчкой Кузьмича. Но у нас тут еще опять же борьба за седьмую позицию. Доезжает последний круг прямо сейчас Александр Заров и Эко-2. Александр Зарова, куча батарейки. Эко-2 допускает кучу ошибок. Вот эта ошибка ему стоила сейчас позиции. Александр Заров по внутренней пытается пройти. Эко-2 выходит по внешней. И все-таки Александр Заров обходит его. Чистый обход, абсолютно. Что делает Александр Заров? Просто отдает седьмую строчку, врезает в стену, возможно, теряет крыло. У тебя же есть вся батарейка, почему ты ее не расходишь? Оба вылетают с трассы, борьба напряженная, оба пилота очень сильно нервничают. Но непонятно, в чем проблема у Александра Зарова. Почему он не прожимает батарейку? Что? Что? Что у него не прогреты шины или что? Почему ему так не получается? Скорее всего, проблема у него с крылом. Ты вроде как целая. Опять вылетает за трассу. Да что же ты такое? Не прожимает батарейку. Начинаю прожимать батарейку. Последняя прямая. Сзади еще борьба за восьмую позицию. ВСВС догоняет. Альфа Таури. Экадвак вылетает за трассу полностью без батарейки. Александр Заров пытался сократить на прямую позицию, но не хватило. Пропускает несколько поворотов. И Экадвак в достаточно честной борьбе выбивает для себя седьмую позицию. ВСВС восьмой и девятый Александр Заров. Что ж, ну это было, я вам скажу, интересное Гран-при в этот раз. Феноменальная борьба. Интриги касательно разбившихся пилотов. Казательно одного Кики Миссу. Очень печальная вообще ситуация. Но это было феерично. Эта борьба запомнится в Хунта Капе надолго. Сто процентов. Сто процентов. Что же, я хочу взять интервью у победителя. Вообще, в принципе, у подиума. Приветствую, Михаил Лемешев. Поздравляю вас с победой. Просто феерическое... Привет, привет. Феерическое Гран-при. Сейчас я буду брать интервью у всего подиума. Что ж, я хочу спросить, как тебе вообще впечатление от конкретно этого Гран-при? Ну, в целом, хорошая гонка. Если бы не технические проблемы, была бы еще и спокойная, но такая борьба была напряженная. Ну, так. Какие были шансы у Артема вас обогнать на последних вот кругах? Вы чувствовали это напряжение? Вы нервничали, вы переживали или вы допускали ошибки? Нет, я просто понимал, что он уже не успевает и ехал максимально сейвово, чтобы на всякий случай никуда не врезаться. Что же? Шансов почти не было. Отлично, отличный комментарий. Хотя темп Артема, ну, такой стронг конкретный. Я спорить не стану. Когда я видел вас, вы сыграли достаточно стабильно, особенно со стратегией спидстопами, в принципе. Абсолютно стабильная гонка от вас. Ваш опыт просто заставляет вас уважать. Мне больше нечего добавить. Поздравляю вас с победой. Спасибо, спасибо. Фернанда Тормас! Второе место! Поздравляю вас с подиумом на Гран-при Бельгии. Как вы можете прокомментировать эту гонку, Фернанда Тормас? Лоус-кил, надо было пользоваться батарейкой побольше. Мы с тиммейтом немного не разобрались. У вас было много шансов победить в этой гонке? Да, были все, были все. Меня спопил. Ну, в принципе, от вас достаточно была, на самом деле, классная стабильная езда. Видно было, что у вас с командником были какие-то проблемы, но вы смогли как-то выехать и договориться так, чтобы хотя бы приехать на достаточно высоких очках. Отличная гонка. Просто феерический опыт, куча эмоций, за вами наблюдать было просто одно удовольствие, особенно когда вы последние круги начали нагонять своего соперника Михаила Лемешева. Просто фантастика. Поздравляю вас со вторым местом на подиуме. Ожидаем вас в Токио. Спасибо, Влад, и тебя ожидаем на телеке. Давно пора брать интервью у кого-нибудь посерьезнее. Понятно. В свои близкие. Что же, удачной гонки. Спасибо. Кузьмич, педали ветров. Я поздравляю вас с подиумом третьим местом на Гренпри Бельгии. Фантастическая гонка, но как вы ее можете прокомментировать? Ваши ощущения? Ну, я так сильно хотел пустить золотой дождь, но он не пошел, а так бы я выиграл. А почему он не пошел? В чем была ошибка? Блядь, не знаю. Возраст, походу, надо к врачу обращаться. А касательно гонки, процесса, вам вообще понравилась борьба? Как вы оцените опыт своих соперников и ваш, в принципе, в этой гонке? Соперников я вообще не заметил, если честно говоря. Ехал в одиночестве. Хотя нет, один раз там что-то кто-то как-то это... А как же ваша борьба с рейсинг-поинтом? Вот-вот, на розовый какой-то этой. Ну, это даже не борьба была, там прямая. Лучше бы в поворотах были обгоны. На самом деле, в поворотах было очень много обгонов, в том числе и с вами. Вы, наверное, просто в контексте не заметили. Но в любом случае, я вас поздравляю с третьим местом. Отличная и стабильная езда. Фантастика. Желаю удачи в следующем гран-при Японии. Отлично. Что же, мы только что пообщались с победителями. Ну, как с победителями. С людьми, приехавшими на подиум на гран-при Бельгии. Ну, вы сами все слышали. Сами все слышали. Это было фантастика. Очень жаль, конечно, что Кикимусу разбился. Не получил очков за эту гонку. Ну, там уж не повезло. Что поделать? Там не повезло. Мы перемещаемся в Японию. Интереснейшая трасса. Интереснейший гран-при. Посмотрим, как оно будет развиваться. Я буду надеяться, что оно будет не менее эмоциональным и не менее ярким, чем предыдущая гран-при. Накомимся в пятах. Я ждам квалификацию. Квалификация прямо сейчас должна начаться. Один заезд. Пилоты садятся в свои болиды. Что я могу сказать? Все-таки доминация... В принципе, прокомментировать, да, эти этапы. Доминация все-таки Фернана Тормоза не так очевидна, как казалось бы. Да, Фернан Тормоз себя отлично проявил на... в первом этапе. Это абсолютная правда. Но... Вы также должны понимать, что... Ну, я извиняюсь. Мы только что видели отличный показатель от Михаила Лемешева, который проехал стабильно и выиграл. Поэтому, слушайте, если мы так будем дальше находиться в этом турнире, то мы, в принципе, можем действительно увидеть интересную борьбу за чемпионство. Я очень за этим надеюсь. Фернан Тормоз едет девятым. Допустим, наверное, какую-то ошибку в повороте. К сожалению, не могу простить за всеми. Очень быстро меняются позиции. За их словом. И Михаил Лемешев борется за первое место. Всем временем. За пол. Фернан Тормоз пятый. Допускать, наверное, все-таки действительно какую-то ошибку в одном из поворотов. Фернан Тормоз десятый. Александр Заров девятый. В общем, уже Фернан Тормоз третий. Фернан Тормоз Только сейчас выжать на прямом с таким видом занесло, скорее всего, очень жаль. Очень жаль. Смотрим за всеми пилотами. Зэкс-клон, я так понимаю, берет, скорее всего, первую позицию. Да, Зэкс-клон берет пол. Слушайте, на самом деле довольно плотно, довольно плотно. Пять мест в районе секунды. Такой Фернан Тормоз почему-то немножечко все-таки оттал больше на секунды, но, насколько я слышал, я знал, что Зэкс-клон, то бишь, Андрей достаточно сильно ждал свою практику гран-при Японии. поэтому мы можем увидеть сейчас вот такие вот результаты. Яков Лемеша приехал немножко хуже, на 3 десятых буквально. Педали ветров третью позицию занимает, 5 десятых. Отстой до первого места. Какой-то Ливингтон, четвертая строчка, 9 десятых. Если я не дальше ничего прочитать, но, в принципе, мы с вами все видели. Я на Тормоз, я так понимаю, допускаю, опять же, повторю какую-то ошибку, скажи, я не присутствовал за этим. Возможно, у нас будет дождь, я не уверен. Доступа к погоде у меня нет. Но, видя по смору погоду, могу предположить, что может быть на последних кругах дождь. И это будет уже заинтересно. Что ж, посмотрим. Посмотрим, как будут развиваться события с погодой Японии. Если они прямо сейчас не могут поджечь. В реальном времени было бы интересно. Огни загораются. Огни тухнут. И начинается Грам-при Японии. Старт от Зекса Клоуна достаточно стабильный прямо сейчас. Михаил Лемешев немножко хуже старт. Зекса Клоуна просто отличнейший старт. Позиции никто не отрывает. Флемиджан. Борьба с Екадваком. Борьба бежает обходки. Екадвак и ВС. Екадвак вылетает с трассы. Просто заносит его в самом начале. Да что же это такое? Борьба просто никак не утихает в этом Гран-при. Фернандо Тормов все-таки не отстает от лидера в этой гонке. Зекса Клоун заносит, выносит. Вломает крылья. Что он делает? Что за выход выбивает из гонки? Александр Заров получает штраф за то, что за Екси Клоуна выезжает просто так. Это просто фантастика. Каким образом это вообще могло произойти? Михаил Лемешев первый у нас сейфти-кар. Прямо сейчас у нас находится сейфти-кар. Вау. Ничего не предвещало беды. Казалось бы, из Екси Клоуна заносит в стенку. Он еще и выезжает на трассу и чуть ли не убивает Александра Зарова. Что же, мы сейчас видим такую ситуацию. Первое место Михаил Лемешев. И понял. Ага, скорее всего, я так понимаю, у нас рехост. Да. Скорее всего, рехост. Я так понял, возможно, этот эксаклоун вылетел по техническим проблемам. Ну что ж, посмотрим, как будут развиваться события. не знаю. Я такой раз второй, типа. Нажимайте 150 ворн. Понял. Т300. Хорошая роль. А у тебя сколько... А у тебя... А сколько у тебя этот... в самом проге процентов? У меня? Да. У меня на максимум. В проге тоже? Да. О, ажил. О, ажил. Чё, погоня, воду на ГИОДИМ. Так что, лобби готово? Лобби тоже просто не любит. Керна на тормоз здесь? Может, у меня с вилкой проблемы? Да, я нажал все. А, я... Я почему? Я просто... Я вас, когда там вилки скорее в тихую вас... Давай, если... Чё, я тебя... Если ты быстрее, то я тебя пропущу сейчас и садаюсь. Не, чувак, я не небольшой фанат командной тактики. Если очевидно, то, конечно, но... давай гоняться. Хорошо, давай гоняться. Но, если что, я чувствую неуверенность, я тебя на всякий случай пропущу. Да, и то же самое. Если у меня крыло сломано и мне непринципиально, я все равно потеряю позицию, то я пропущу. Понял. Надо получаться у нас с одного квалификации или нет? Нет. Нет, квалификации мы не можем выставить. Я выставлю. Так, радио нажмите. Да. Я не знаю, но я... Блять. Это в вилке, наверное, проблема, которая в USB-шнике. Охуенно, еще будет, если оно еще раз время гонки вырубиться. На клавиатуру пересаживаешься во время. Ну, у меня геймпад под рукой еще есть, кстати. Ну. Кто был первый? Андрей. Андрей, Миша. Подождите. Миша третий. Кто третий? Кто-то помнит? Кузьмич? И да, Олег. У меня трансляция есть, могу посмотреть. Миша, значит, четвертый. А каждый свой позицию, скажите, просто. Четвертый какой-то. Пятый, я. Я шестый. АВС. Илья Гмой. Егор восьмой, вроде бы, был. Да, Егор восьмой, Александр девятый, я десятый. Китимису шестой, Фернандо пятый, Коэта четвертый, Педали ветров третий, Лемишев второй, Клоун первый. Бля. 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 В принципе, хороший Захар начинался. Хоть бы снова не убили, блядь. Ну что же, как все-таки видеть, действительно там была техническая проблема. Я не могу простить за всеми. Очень быстро меняются позиции за их слоун. И Михаил Лемешев борется за первое место. Всем временем. За пол. Ферлан Тормоз пятый. Допускать, наверное, все-таки действительно какую-то ошибку. Да. Да, в принципе, это серьезно. Серьезно. Все-таки, действительно, были технические проблемы с декса клоун и с рулем. Я так понимаю, с локоннектом. Фух. Жарко, жарко. Комментарий пишет. Намер, привет, как дела? Привет, нормально. А у тебя как? Читаю ваши комментарии. Задавайте вопросы. Как говорится. Опять мы отправимся с вами в Японию. Квалификация у нас прямо сейчас не будет. По причине того, что квалификация прошла как раз таки нормально. С гонкой были проблемы. Конкретно со стартом и с техническими проблемами у лидера гонки на момент. Все-таки я предполагал, что будет дождь, но я не услышал ни одного слова про то, что пилотов. Поэтому, кто знает, возможно, все-таки дождя не будут на данном этапе. Что же, огни загораются, огни гаснут прямо сейчас. Перезапуск. Гран-при Японии начинается. Старт от TheXE-клоуна. И у Микоя Лемешева. В этот раз у Микоя Лемешева старт намного лучше. Но все-таки у него немножко не хватает TheXE-клоуна. Все попадают в поворот. Борьба у нас в середине. Кикимюсу немножечко отстает. Меняется позиция прямо сейчас. Фернатор у нас пятый, четвертый, шестой. Пятый все-таки, четвертый. Какой-то Лингтон прямо сейчас в спине Микоя Лемешева. Борьба за лидерство пока что прямо серьезно отсутствует. Все едут достаточно плотно, потому что это опять же стат. Екадвак вылетает. Ну что такое? Вот что тебе не хватает? Почему ты так вылетаешь? Пережимаешь газ. Ну как так может получиться? Я просто не представляю, почему так происходит. Не повезло. Экадваку аккуратно играет. Флемеж джанет, не въезжает все-таки в спину. Отлично. Пока что все едут достаточно ровненько. Почти в одинаковом времени друг от друга. Кикимису уже отваливается с секунды от пятого места тормоза. Немножко не хватает. Неплохой выход. Неплохой выход. Но все-таки нет. Не хватает. Не хватает. Но в принципе неплохо. Да, все-таки нормально. Он доезжает. Лемеж джанет прямо сейчас. Пытается обогнать ВСВС. Обгоняет. Нет, не гоняет. Непонятно. Выталкивает, я так понимаю. Кто-то кого-то. Никуя непонятно. Сори. Хуёвая камера. Михаил Лемеж. What the hell. Эммм. mbiverz1af1f1f0f2f0f2f2f2f5f0f2f2f0f2f5e2f2f1f4f4f9f4fce2f Извините, что Franz played Waiy & MaggiekaRyD1,?!?! У меня машина просто остановилась. Я это видел. Это очень смешно было. Слушай, а что у нас ещё было? Это пиздец как смешно 있으�. Видел? Я видел, когда за тобой смотришь. Он просто ебал, у него начали конкурса пробуксовывать конкурс, он тупо становится на место, просто буквально на одно место. Я этого не заметил. Я просто еду где-то там. Я заметил на дельте, что Миша кто-то пропал резко, но я не понял, что случилось. я думал, что у меня баг это мягко говоря у меня Миша появился болид Формулы 1 на поле в Black Friday посмотреть трансляцию это просто фантастика потом давай рехостим рехостим надо что все вышли покинуть CSP пожалуйста да бля бывает ну бывает а сколько же мне дают шансов ну окей две гонки сегодня а что на третью не успевает а реально машина просто встала ну это ты этот ну мы видели опять какие то проблемы у ФИА с проектированием ну не проектированием а как вам сказать требованиям к болидам что происходит с болидами непонятно может у него просто остановилась на одном месте просто фантастика я думал на самом деле мое мнение было такое первое впечатление я думал что Мишу развернуло или он где то выпал не знаю как это могло произойти но все таки да и у меня это не показало как вы видели у меня были баги с телеметрией и возможно такие же баги в моменте произошли я думал что произошли с его разворотом но нет все таки это фантастика я даже не знаю что сказать по этому поводу это да это жесть это жесть это ожидаем второго перезапуска гран-при японии не знаю запуск второй перезапуск гран-при японии не знаю что добавить Какие-то непонятные технические... Ладно, у ZX-клоунов, чтобы и у Андрея были какие-то проблемы с рулем. Отключение руля, я так понимаю, что-то такое. Это такое дело, но когда машина болит просто посреди трассы, останавливается намертво. Это интересно. Это интересно. Вы видели, как справа машина приехала? Это было забавно. Начинаем. Второй перезапуск, Гран-при Японии. Огни загораются. Огни гаснут. И начинается второй перезапуск, Гран-при Японии. Опять видим отличный старт. От Андрея. Он опять вырывается вперед. Видим борьбу в средине. Фернан Тормас задевает траву немножко. Аккуратно, очень опасно едет. Прямо сейчас позади медали ветров. Пропускает два Редбула из-за ошибки. И сзади еще Альфа Таури. Опять выезжает на траву. Да что б такое, Фернан Тормас. Сегодня допускает какие-то очень глупые ошибки. Печально, печально за этим наблюдать. Его обошло два Редбула. Но просто Альфа Таури. Но это очевидно еще не конец гонки. Мы посмотрим. Я думаю, что Фернан Тормас все-таки выдаст неплохой результат в итоге по этой гонке. Флемеш Джиант восьмой. Александр Тормас девятый. И К2 к десятый. Александр Тормас валится секунды. Пока что никакой явно открытой борьбы мы не видим. Все едут достаточно плотно. Все едут достаточно плотно. Фернан Тормас уже в слипстриме. Две десятых. Педали ветров. Три десятых. Вот третья позиция. Екодвак меняется позиция с Александром Заровым. Меняется достаточно плотно. Что же мы так уверены, мы уверены в времени. Фернан Тормас. Позади. Ныряет. Нет, не ныряет. Все-таки не решается сделать такой мув. Действительно было бы очень опасно. Но я думаю по темпу. Заезжать в пяты. Сломал крыло. Да ладно. Заэксклон ставит лучший круг. К сожалению, мы не видели всего контакта на старте. Потому что камера не показывает так удобно. Фернан Тормас на пятах. Ставит харды. Меняет крыло. Меды. Так. Казвак. Две секунды. Опять третий. Это Александр Лазарова. Будет последовательный. Повнутреннее. Напасно. Педали ветров. В теме время тоже. В двух десятых секундах. Вот третьей позиции. Какая борьба. Питем на всех. Позициях пилотона. Желтый. Сектор. Желтый флаг. Экадвак вылетает. Видим спортивное поведение. А нет. Он все-таки разворачивается. Свой финал. Чуть не убил Фернану тормоза. Я виноват. Экадвак будешь на весь стрим прийти. Пожалуйста. Я думал, ты опять у него это не начнешь. Ты все-таки решил поехать. Молодец. Ты мужик. Ты остальная воля. Сука. Ну блядь. Ну какая. Блядь. Это просто самая охуенная нарезка за стрим будет. Просто без комментариев. Я оставлю это. Виталий Ветров. Дышит в спину. Какой-то Ливингтон. Так. Опять желтый флаг. Так. Михаил Лемешев ставит лучший круг. Дышит в спину лидеру этого Гран-при. Видим смену позиций. Илья отыграл 4 позиции. Очень неплохо. При этом снижение прогрел 4. Но мы еще посмотрим. Потому что... Быстрый петстоп. Желтый секта. Желтый секта. Желтый флаг. Екадвака. 5. Его разворачивает. Ракета комментировать. Я не буду на это переключаться. Потому что мы потеряем, наверное, что-то важное. На самом деле. Педали Ветров. Пытаются отыграть позицию. Лемиджайд отыгрывает позицию Кики Миссу. И ВСВС тоже. Теряет позицию Кики Миссу относительно этих двух пилотов. Где-то его, наверное, принесло. Потерял важное время. Михаил Лемешев в 0.3 сейчас секунды. Я не успеваю за всем следить. Столько борьбы на самом деле на трассе. Что просто не успеваешь за всем этим проследить. Это просто... Это капец. Пока-ча самая плотная борьба. Я буду смотреться именно за ней. Это Михаил Лемешев. The Exoclon. 5 секунд штрафа Екадвака. Педали Ветров также... Ну, тут негде обгонять. Желтый флаг. Вот это подзанесло. Но, в принципе, теперь все нормально. Михаил Лемешев попадает в зону ДРС. Батарейку не включает. Не включает батарейку. Не тратит ее. Правильно делает на самом деле. Педали Ветров обгоняет абсолютно чисто. Третью позицию занимает. Третью строчку в этом чемпионате. Кикимису обгоняет ВСВС. Тоже в ДРС. Очень плотная... Очень плотная борьба. Очень... На всех буквально... В строчках пилотона мы видим борьбу. Причем очень плотную. И за этим интересно смотреть. В конце концов. За этим интересно, мать его, смотреть. Михаил Лемешев в две десятые заезжает к ZX-клоуну. Пока что не пытается атаковать, потому что негде. Но будет предпринимать 100%. ZX-клоун допускает ошибку. Выезжает на Грави. Прямо сейчас. Объезжает. Нет, не обезжает. ZX-клоун дается в контакт. По внутренней. Обходит. Пока что держится колесо к колесу. ZX-клоун будет принимать попытку к утратаке. Нет. Михаил Лемешев выбирается вперед. И он становится лидером чемпионата Японии. Просто фантастика. Эта борьба была просто вау. Лекс-клоун, к сожалению, допускает ошибку. Но это еще не конец. Он тоже будет еще гнать до конца. 100%. Мы это знаем. Потому что он еще не выполз из зоны. На данный момент. Батарейка у него немножко меньше. Немножко меньше. Борьба за третью позицию тоже не утихает. Как мы видим. Экодваг. Экодваг. Немножко срезает какой-то линейк. Заезжает в зону DGS. Сейчас будет попытка обгона. Кончилась вся батарейка. У педали ветров. Как раз таки батарейка есть. И за счет этого он будет отыгрывать. Да. Педали ветров не дал себя обыскать. Как раз таки за счет того, что чуть лучше был у него менеджмент батарейки. И в принципе действительно. Мы как раз таки это и на Пута. Желтый. Плаг. Как мы видим, пока что все достаточно ровно. Даже после фернала тормоза стоит на приличное время. Я не думаю, что после этапов пидстопа всех, когда все пилоты заедут на пидстопы, не думаю, что он будет сильно отставать до первой тройки. Если он будет сейчас пограть, потому что темп, кто знает, может даже заедет на полную. Поэтому. Так. На X-клоне валятся секунды. У нас сейчас нет какой-то конкретной борьбы. Мы все вывалили секунды. Дирес не будет. Будем выбирать просто дальше. Бесконечные желтые флаги. Бесконечные желтые флаги. Канал на тормоз. Никак не может убить и Александра Зарова по какой-то причине. Я педали веду. Стоп, что? У нас смена позиции. Михаил Лемеш допускает ошибку. Я этого не увидел, к сожалению. Михаил Лемешев теряет лидерство. Михаил Лемешев получает еще и штраф 5 секунд за средства поворотики. Но это да. Это законченная гонка для Михаила Лемешева. И Пьека 2 влезает на Михаила Лемешева. Это грустно. Михаил Лемешев убывает в сессии, к сожалению. Гонка для него заканчивается. Для Егора гонка заканчивается. Печально за этим наблюдать. На самом деле. Потому что все-таки неплохо держался. Был отличный темп. Но что-то, что-то, что-то не так, как будто бы это. К сожалению, не смог это запечатлить. К большому сожалению. Потому что я все-таки не успеваю за всеми проследить. Франа на тормоз сейчас будет производить подгон. Он его производит под ДРС. Отлично, чисто. Нечего добавить. Нечего добавить. Все прекрасно. Педали ветров. Тем временем на хвосте у Гекса Клоуна. То бишь Андрея не вываливает за секунды. Хотя все будет сейчас зависеть от следующих двух поворотов. Уже вывалился, к сожалению. ДРС может не получить. Но все зависит, опять же, от ближайших поворотов. Александр Саров вывалил за секунду. Борьба не намечается. Сейчас будет обращенная борьба за первым признанием. Директором, конечно же, ее просто так отдавать не будет. Мы это прекрасно понимаем. Он действует на пятый. Что он делает? Стрелом на повороте? Что? Ага, это он таким образом решится доехать на пятый. Интересно, стоило ли оно того, чтобы получить при этом? Я извиняюсь, штраф в пять секунд. Сомневаюсь. Сомневаюсь. Глупо, конечно. Но что-то сделать. Примежайн тоже на пятый. Все равно, на тормозе есть. Ей стабильнее. Тем временем, кстати, я напомню, о чем я и говорил. Пришли первые пистопы. Но, да, все-таки я немножко прогадался. Выезжать вперед только флемерши Джайна, то бишь Ильи. Но недалеко от Дексикона. Хотя, в Крегустероне, напомню, что большую часть пилотона еще даже не было. Поэтому, кто знает, чем он закончил. Семневый Джайант временно получил борьбу за суббую строчку. Печальная ошибка. Возвращение на трассу. Семневый Джайант на повороте. Пытаюсь в борьбу с Александром Бзаровым, но не получилось. И получилось, к большому сожалению, его выполнить поворот. Такая же ситуация с теми 3, как была у Артема в прошлой гонке. Да, печально. Гонок, на самом деле, обидно. Обидно. Особенно Домикова и Лемешева, который действительно хорошо ехал, но чего-то не хватило. Педали ветров заезжают на пит-стоп. Деки Миссу заезжают на пит-стоп. Койта и Ливингтон решают ехать дальше на семикруговых софтах. Посмотрю, насколько это будет эффективно. Но я откровенно сомневаюсь. В таких вот стонах. Дексактон он обгоняет за счет пит-стопа Кики Миссу. Фернан на тормоз тоже вырваться вперед на четвертую строчку. Я напоминаю, какой-то Ливингтон еще не был на пит-стопе, поэтому мы можем увидеть фернан на тормозе на подиуме в очередной раз. ВСВС вылежит только-только выезжает из пит-стопа. Александр Заров еще на пит-стопе не был. Почему-то, я так помню, не сменились педовные виды. Интересный выбор. Борьба за северную строчку. С Семису в зоне ДРС. Борьба за шестую строчку. Флемеш Джайан в зоне ДРС. С Семису в зоне ДРС. Будет, будет, будет. Флемеш Джайан сейчас будет пытаться обходить ближайших поворотах. Так что он делает? Просто влетает в жопу Александра Зарова. Чуть не летает второй раз. Рискует потерять строчку. Ну как так можно? Как так можно? Так хорошо ехать и просто опять себе заруил в очередной раз. Хотя будет немножко впереди. Можно было бы отыграть какие-то очки, но не везет. Немножко не везет. Немножко не пытаясь какого-то опыта. Лучший круг. Ити мусу. Борьба. За строчку. ДРС. Не хватает. Франатормаз тоже все сделает. Дексиклоун. Борьба за второе место. О, желтый флаг. Заносит на Тальфотаури. Дексиклоун. Борьба за второе место. Допускает небольшой ошибкой. Ловит машину, едет дальше. Отлично. Кикимису до сих пор в спине. Франатормаза. Следим за всеми. Пытаемся следить за всеми. Плотная борьба с Флэмми Джайант. Там очень плотная. Кикимису тоже плотная борьба. Боже, просто я... Мне нужен второй комментатор. Это просто невыносимо. Увидите меня второго комментатора. Как я могу за всеми следить? Кикимису почти обход Франатормаза. Потому что на выходе немножко медленнее. В СВС такая же ситуация с Лаймми Джайантом. Зексиклоун подъезжает опять в зону ДРС к второй строчке. Кикимису... Франатормаза запускает ошибки. Выход на прямую лучшую Кикимису прямо сейчас. Зексиклоун выпадает в зону ДРС. Кикимису прожимает патрики, но не хватает. Но все еще в зоне ДРС. Все-таки будет больше преимущества у Артема. Как раз таки за счет того, что он не израсходовал батарейку. Оттормаживаются оба пилота. Выход у Артема лучше. Не на много, но лучше. ДРС у Кикимису прожимает. Она на тормоз. Не жмет батарейку. Не жмет. Кикимису догоняет ДРС. Заход в поворот. Оба колеса к колесу. Кикимису не... Сука, так плотно, блядь, что даже страшно. Чуть не вылетает стейка с двух сторон. По внутренней и по внешней. Пытался обойти, не получилось. Чуть не вылетел стейка. Ну, до сих пор продолжает гнать. Вот это характер. Вот это характер, блядь. Просто пидеет. Вот это борьба. О, боги. Кикимису допускает ошибку. Пуша. Вернана Тормана. Очень обидная ошибка. К сожалению. Он теряет, наверное, свои шансы на четвертую строчку. И, может быть, даже теряет свои шансы на какие-то высокие строчки выше седьмой, наверное. К сожалению. Весвестный временем присутствует. Саймир Джайан. Зекс Клоун тоже пытается не отставать от второй строчки. Пытается не отставать от второй строчки. Смотрим комментарии. Какой-то хорошок. Да, кифтим. Так, смотрим, смотрим. Зекс и Клоун. Прямо спине у какой-то Ливингтона режет. Ой-ой-ой. Очень такая грязная немножко езда, эти срезания. ДРС попадает, но не хватает. Потому что у Бойки за сходом батарейка. Не так, скажем так, чуть не хватает. Кимусу должен заряжать на пяты сейчас. Потому что если он не заедет на пяты, он просто рискует разбиться. Он не заряжает на пяты, пытается все-таки будут выдерживать свою позицию. Но, блин, кимусу, сколько ли это правильный вариант данной ситуации? Так, не так теряешь позицию, но рискуешь при этом. Что у нас? Так, флаг. Главный тормоз. Зекс и Клоун 0.5. Секунда второй позиции. Педали ветров едет стабильно. Нечкою проблем у него не предвешается. ВС-ВС. Сейчас будут добавлять кимусу. Кимусу все-таки стоило заехать на пяты. Он пришло так, что так. Проиграл эти позиции. Но хотя бы он доехал стабильно до конца. Зекс и Клоун уже в трех десятых доезжает. Скорее всего, в этом круге это будет обгон. У обоих примерно одинаковое количество батарейки. Посмотрим, что это закончится. Немножко хуже. Все-таки немножко даже хуже выход из поворота в Зекс и Клоун. Но напрямую мы видим преимущество от него. Заезжает раму очень близко. Сейчас будет очень плотная борьба. Опять он говорит, да что это сука за срезание, бля. Пиздец, бля. Я ваху. ВС-ВС будут обгонять кимусу? Нет, не будут. Да, except no, интересно. Все равно ему не хватает, потому что оба прожали батарейку. По максимуму батарейки из расхода на второй позиции. Должны еще продержаться два круга. Два круга. ВС-ВС, скорее всего, на этой прямой будет обгонять кимусу. Тут борьба сейчас будет в поворотах. Да, ВС-ВС обошел кимусу, еще и вот в таком вот повороте. Кимусу не будет отставать. Убокий за сходу на батарейку полностью. Барбаза ждет эту строчку. Очень плотная, очень серьезная. Сейчас никто не хочет подъединить эти очки. Очень серьезный заезд. Дальше клоун борется за вторую. Он должен выбрать. Должен, так как так, подключить все резервы, чтобы все-таки выиграть. Выиграть эту вторую строчку у какой-то Ливингтона. Но у обоих примерно мы видим одинаковый расход на менеджмент батарейки. Никто ее старается не тратить. Оба будут ее тратить напрямую. Поэтому допускает за эксеклон небольшой шип, вылетает за поворот, вылетает в секунды. Но все-таки за счет того, что у него прижимные силы меньше, как мы видим, он все-таки будет немножко догонять на таких прямых. Но все равно ему не хватит. За эксеклон, все-таки, а прожимать полностью батарейку. Оба прожали батарейку. Не было видно контакта за счет ебаной камеры, конченной. Мы видели, что декса клоуна доносит. Он вылетает. Он не вылетает, а то он просто доносит пачку. И он проигрывает, наверное, все шансы на вторую путь. Насколько я видел, какой-то Ливингтон был сильно на внешней траектории. И вряд ли бы мог это сильно загадить декса клоуна. Но все знают меня. Я все упустили. Ну, я ебаный оператор, типа, что-то делать. Последний финал. Последний финал. Последний круг. Батарейка получилась нерасходована. Батарейка получилась нерасходована. Питали ветрова зачем? Ну, я думаю, какая разница. Что же могу сказать? Педали ветров видит флаг и заканчивает гран-при Апонии победителем. Победителем. Клещатый клак. Флаг увидел. Победил. Просто фантастика. Пойта Ливингтон заканчивает гран-при вторым. Декса клоун третьим. Ферланда тормоз в 14 секунд доход декса клоуна доезжает к четвертым. Время с Джиант в 4 секунд доход декса клоуна до пятым. ВСВС шестынки. Кимис все-таки синий. Все-таки он не заезжал на пистоп и доехал. Ну, кто знает, сколько это было у нас от пирепетита. Но, в принципе, да, он доехал. Это важно. Понимаю. И последний у нас на последней прямой у нас Александр Азаров. Александр Азаров отстает уже очень душительное время. 30 секунд. Будут доезжать. Сейчас будут какие-то клетчатые флаги. Видят клетчатые флаги и доезжает восьмым в этой гонке, выживая. Что ему сказать? Поздравляем подиум. Поздравляем победителей. Начнем сейчас интервью брать. Кузьмич. Да, я здесь. Я золотой дождь пускаю просто. Я тебя поздравляю с победой на Гран-при Японии. Стабильная, четкая езда. Как ты можешь прокомментировать этот заезд? Я тренировался день и ночь именно с Сузуку. И поэтому это моя победа. Я заслужил ее. Отлично. Это очень уверенный ответ. Действительно победителя этого Гран-при. Еще раз поздравляю. Круто. Это было хорошо. Второе место. Влад Ливингтон. Здорово всем. Блядь, ты резко не смог прийти. Алмыцидин. Что? Табличку сбил, я на нее ориентировался. Блядь, меня слышно вообще, нет? А, Влад, ты на тридцатом круге кого снимал? Ну, я вас снимал, я вас снимал, но камера у меня улетела в пизду. Блядь, ты не увидел момент, что ли, наш, контакта? Нет, я не видел контакт. Это просто пиздец. Я просто не записывал. Типа я смотрел за вами, как я на камеру просто начал какую-то другую хуйю снимать. Ну, походу, типа, осталось открыть. Показать меч, еще раз поздравляю, хорош. Да, спасибо, у меня все записано, может. Ну, я же, у меня аварии не видно, к сожалению, ничего. Занил с вторым местом. О, Боже. Так что это? Сейчас посмотрю, может, все-таки там... Подожди, а Кеп записывал, нет? Да, у меня было видно только, скорее. Колеса, типа, по-это. Колеса, ну, хоть что-то покажи. Бравого колеса. Ну, типа, на трансляции посмотри. А, у тебя трансляция-таки я не зашел сейчас. Так, Котя Ливингтон. Пока не разобрались с инсидентом, я не уверен, что с ним вообще разберутся, потому что там ничего не видно. Но поздравляю, во-первых, с подниму со вторым местом. Большое спасибо, но... Ничего не за горами. Я, если честно, ничего не понял, что там произошло. Но на входе в поворот, вот когда момент, когда руль поворачивается, его там не было. Ну, то есть, он появился только, когда я уже поворачивал руль. С другой стороны, блин, там все так запутано. Я не понял. Хотелось бы разобраться. Ну, я понимаю, я понимаю. Я все-таки, вы в любом случае претендуете на подиум, независимо от того, что произойдет в ситуации. Все-таки я поздравляю. И помимо этой ситуации, как вы еще можете прокомментировать эту гонку? Ваше впечатление? Гонка была сумасшедшая, как и в реальной жизни. Сузуко славится очень странными гонками. Что в 90-е, что в 80-е, что в 70-е. Так и до по сей день. Всегда Сузуко славится своими странными гонками, странными решениями, странными погодными условиями. Так и здесь то же самое. У нас и перезапуск был два раза из-за неведомых лагов. Так еще и в целом, на самом деле, сложная пилотажная трасса. Чтобы здесь обогонять, нужно иметь, ну, как минимум, преимущество по скорости, так как минимум еще и скилл надо хорошее иметь. Это правда. Это абсолютно правда. В любом случае вы показали достойное выступление сегодня, в любом случае, как бы там ни было с той ситуацией. Но это было очень классно. Помимо того, я хочу еще сказать, что там не очень все чисто с Андреем. Я еще об этом, скорее всего, скажу. Но, в принципе, достойный уровень. Вы молодец. Большое спасибо. Мне больше интересно задать вам вопрос. С вашей точки зрения, как в целом гонка прошла? Было зачем наблюдать? Абсолютно. Просто очень много борьбы в абсолютно разных частях пилотона. Просто фантастика. Две гонки на высшем уровне. И драмы, и при этом классная и интересная борьба. В принципе, согласен. Я много видел интересных инцидентов. Да. Что ж, я спрошу у последнего претендента на подиум. Был рад вас услышать и ваше мнение. Спасибо. Меня пихнули в бок, Артем. Колесей точно был. Андрей, ты там много раз трезал. Очень жестко. И кто? У нас это не запрещено. У нас нормальные срезки. Не, ну, в идеале, конечно, если вы нашли жесткие, пусть вы будете либо рассказать, либо не использовать, но мы на нормальных срезках и это все не будет. Андрей, можете взять интервью? Погоди, мы разбираем. Хотя, да, конечно, не видно. В смысле, ничего не видно, там все еще видно. Я это требую, чтобы кто-то вердикт сделал. Плюс 5 шраб. Плюс 5 шраб, согласен. Те. Причем, вот я как этот момент. То есть я второй, Владик, записывай со мной интервью. Так я за какая разница, все равно на подиум приезжали, я так и так написал. Приветствую, поздравляю с подиумом. Была очень напряженная гонка. Спасибо, гонка, было полное говно. Я ехал с Мишей, Мишу убили, потом мне стало грустно из-за того, что Мишу убили. Я решил срезать на 5 секунд в пяты, чтобы типа 5 секунд молчания за Мишу простоять, да, вот я их простоял. Потом выезжаю, короче, да, я выезжаю. И там мне ломают крыло, короче, сразу же. Но я этот, ну, я этот, ну, не расстраиваюсь, как бы. Я вот ехал, аккумулировал энергию, нырнул, и мой соперник получил штраф. Все было по моему плану. Охуенно. Только я забыл снимать, понимаешь? Вот это единственный просчет был. А так все было по плану. Я видел, по крайней мере, поэтому. Потому что Кузьмичу я уже начал тогда проиграть, я так подумал впиздуть его, поеду 5 секунд молчания постою. В любом случае, это достойное выступление с вашей стороны, со стороны ваших соперников. Гонка была насыщенной как классной борьбой, так и драмами в виде, к сожалению, Михаила Левешева, которого убили. Который разбился об своего тиммейта. Я, опять же, 5 секунд молчания отстоял, я искренне уважаю этого пилота. Очень печально, что с ним так получилось. Но ничего. Очень грустно, очень грустно. Но это гонки, это формула, это всегда эмоции. И я, опять же, поздравляю вас подиумом, достойный уровень. Спасибо, спасибо. Второе место, спасибо, в копилочку. Что ж, господа. Уважаемые зрители данного гран-при. Уважаемые зрители данного гран-при. Я с вами прощаюсь. Но очень скоро будет следующий этап. И, конечно же, я буду с вами. Я буду комментировать этот сезон. И я желаю вам хорошего вечера. И скорости. И скорость. И скорость. В жизни. Шоп-скорость. Шоп-шоп. Шоп-хух.